Дорогие братья и сестры, в ближайшую субботу будет совершаться Вселенская Родительская Суббота. Родительская называется, потому что в этот день мы вспоминаем буквально своих родителей. Имеется в виду и прародители, тех, кто уже отошел жизнь вечной, кто ожидает воскресения мертвых, кто уже с нами здесь сейчас не живет. И мы вспоминаем их в своих молитвах, задумываемся о тех событиях, которые они пережили, о том, что нас ждет. То есть это день такой сугубой молитвы о усопших, потому что церковь всегда молится о усопших, за каждой литургией, всегда за проскомедией, на интерцессию, на манафоре. Поминаются всегда усопшие, те, кто нас уже оставил, наши братья и сестры, наши родители. Но вот дни родительских суббот, и в году несколько, это дни такого особого упоминовения. И вот эта ближайшая суббота, Вселенская родительская суббота, она занимает, наверное, в ряду родительских суббот центральное место. Их несколько. Потом еще на протяжении Великого Поста, начиная со второй недели, четыре подряд родительских субботы будут. Троицкая родительская суббота будет перед праздником Пятидесятницы. Вот Дмитровская родительская суббота осенью перед памятью Дмитрия Солунского. То есть вот их несколько. Вселенская такая самая, наверное, яркая, самая центральная из них. Поэтому называется Вселенской. Собственно говоря, что нужно сделать в этот день? Самое главное, наверное, это причаститься к святых христовых тайн, потому что недаром литургия в этот день служится. Нужно прийти в храм, потому что наши отношения с нашими усопшими, с нашими близкими, с нашими братьями и сестрами в первую очередь в церкви, они должны иметь такой характер беспрерывности. То есть не то, что человек жил, умер и про него забыли. Бог о людях не забывает. И церковь, как тело Христов, она должна тоже помнить о тех, кто покинул церковь земную уже, перешел в церковь небесную, в ожидании воскресения мертвых. И память о них заключается, наверное, в двух словах, которые мы пропеваем каждый раз, когда совершаем заупокойное литию или панихиду. Но вечная память, да. Не светлая память, вот как иногда принято говорить там где-нибудь на застольном тосте, что вот там светлая память тому-то. Но светлая память, она мало что значит, да. Ну, светлая, значит, какая-то радостная, да. Что-то хорошее, можно человеке сказать. Но не более того. Но именно вечную память церковь превозглашает усопшим своим, да, церковным. Вот, потому что о нас, да, о наших родителях, прародителях, вот, помнит Бог, да. А память Божия, она имеет свойство вечности, потому что сам Бог вечен, да. И тот, о ком помнит Бог, тот вечен, да, то есть тот существует всегда. То есть память Божия, она вечна, вот, и, соответственно, память о человеке не прекращается. И память очень важна, потому что память, она приводит нас в бытие, собственно говоря, да. То есть когда Бог нас Словом Своим создал, и Словом Своим и храни, да, и Его Слово мы существуем. И если Бог забывает человека, то человека уже, можно сказать, что и нет, да. И поэтому вечная память церковь превозглашает не свет, а именно вечная, да, что в вечности Бог помнит о нас и промышляет о нас, да, и нас не оставляет наш Небесный Отец. Вот, и нам тоже нужно помнить, да, потому что мы образ и подобие Божие в себе носим, вот, и то, как мы живем, это такое маленькое, такая, можно сказать, миниатюра жизни нашего Небесного Отца, да, то есть это подобие Его бытия, маленькое такое, несовершенное, да, в силу нашего отпадения, в силу нашей тварности, вот. Но память нам тоже свойственна, да, и мы тоже помним о том, что происходило, помним о людях, помним о тех, кто с нами был, да, не как там рыбка в аквариуме, да, для которой существует то, что перед ее глазами, да, и то, что было там три секунды назад. Для нас существует все то, чего мы сейчас вот перед глазами не видим, да, и все те люди, они есть, да, они для нас никуда не уходят, те, кто уже не перед нашими глазами, да, наши усопшие, ближние, наши братья и сестры во Христе. И поэтому вот на Родительскую Субботу мы собираемся на такое, можно сказать, свидание, да, свидание с Церковью Небесной, вот, особое, оно всегда совершается, но вот именно Родительская Суббота — это да не такого особого вот этого вот свидания с теми, о ком мы помним, да, и помним не только о том, что они были, да, то, что они есть, вот, они существуют, да, и несмотря на успение, которое, собственно говоря, и есть человеческая смерть, да, именно успение, вот, нас ожидает воскресенье, то есть восстание вновь, да, как сон и пробуждение, так же смерть и воскресенье из мертвых, и вновь такое свидание лицом к лицу снова, да, с теми, кого мы потеряли, вот, и мы с ними, когда встретимся, полагаю, что нам нужно будет что-то им сказать, да, и ведь они от нас тоже чего-то ждут, ведь недаром мы молимся об усопшем, да, недаром мы молимся о их упокоении, да, о том, чтобы Господь вселил их в места покойные, да, молимся мы просто так, потому что от нас очень многое сокрыто из того, что ожидает нас за грани смерти, да, Христос нам вполне однозначно ясно сказал, да, что нас ожидает в воскресенье, да, это страшный суд, это жизнь вечная, вот, а вот этот момент от смерти до воскресенья, этот момент сокрыт от нас мраком неведения нашего, да, вот, и есть какие-то догадки, может быть, да, да, вот есть там текст такой, мытарство Феодоры, вот, такой очень мистический, неоднозначный, да, который пытается как-то описать, вот, на основании какого-то мистического опыта, какие-то вот мытарства, испытания, которые ожидает человеку после смерти, вот, но в этом нет никакой уверенности, да, то есть вообще нет уверенности о том, как, что, вот, какая форма существования души человеческой, да, вот, в этот момент, и что вообще, собственно говоря, душа здесь, да, потому что если мы рассматривать будем человека не в неоплатоническом, не в платоническом контексте, а в библейском, да, как человека, как единое целое, как тело, да, вместе с его, и с плотью, с жизнью, вот, то здесь существование души, как чего-то отдельного вообще не рассматривается, да, вот, поэтому для нас это очень, очень сокрыто, да, мы не можем здесь всего представить, что там происходит, да, в этот момент от смерти до воскресения, и поэтому мы так должны молиться, да, чтобы Господь именно упокоил, да, то есть дал покой тому, что существует, да, от человека, представившегося к иной жизни, да, а покой от человека, ожидающего воскресения, вот, потому что покой этот нужен человеку, да, и мы тоже все всегда нуждаемся в покое, да, вот даже в нашей земной жизни, но хорошо, когда он спокойно, да, когда мы спокойны, значит, все замечательно, и поэтому мы вот тут спрашиваем этого упокоения для наших ближних, для тех, кого мы любим, выражаем этим свою любовь, да, потому что любовь – это тоже то, чему мы учимся, чему мы должны здесь научиться, и любовь выражается не только к тем, до кого мы можем дотянуться и дотронуться, да, она должна выражаться и по отношению к тем, кого мы потеряли уже, да, из нашей земной жизни, вот, и поэтому это наше выражение любви, наша молитва в усопших, и по нашей вере, да, Господь слышит наше молитву, потому что молитва любви не может быть неуслышана, Господь слышит и подает то упокоение, которого мы для них и спрашиваем. И самое еще, наверное, важное, чем нам нужно помолиться, это об ответе на страшном суде и ответе наших ближних. Потому что суд все-таки неизбежно будет. Какой? Трудно представить. Есть какое-то учение о том, что частный будет суд, потом страшный. Но о частном суде тоже мало что нам известно, каков он и будет ли он. Потому что Христос вообще говорит, что верующий в меня, христианин, на суд не приедет. Но то, что страшный суд будет, это однозначно. Господь это говорил прямо совершенно, что это неизбежно. Страшный суд неизбежный будет. И к нему тоже нужно подготовиться и стать такими адвокатами, ходатаями друг за друга. Потому что за кого святой человек ходатает, то Господь по его молитвам помилует. Помилует того, о ком святой человек просит. А святой человек, это, собственно говоря, христианин, часть церкви. И нам надо будет стремиться к этому, стремиться к этой святости, стремиться к тому, чтобы мы могли ходатайствовать друг за друга. Чтобы мы перед лицом Господа поддерживали друг друга. Чтобы он, Господь, видя нашу любовь, которой мы должны научиться, вот по этой нашей любви и больше по своей любви, по своей милости, помиловал всех нас и сподобил вечной радости в жизни, в вечной царстве своем небесном. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok